Это ничья, но я вот думаю, стратегически, может быть, Хикаро просто хотел, чтобы время это как-то прошло. Вот он уже 42 минуты уже играет. Чем меньше ему партии по 5 минут, тем лучше. Тем больше партии по минутке, да? Да, я думаю, что в этом, ну что, может быть, это грубовато звучит, но как-то такой вот он прагматизм. Итак, у нас медленная, тихая итальянка, такая испаноподобная позиция, белые сейчас D4, наверное, проведут. Ну, это классика. Крамник предпочитает побыстрее играть конь Е7, конь G6, таких позиций к черными. Ну, у Хикаро своя точка зрения, ну вот позволяет поменять белопольных слонов, индийский шахматист. Я бы на С2, конечно, ушел, чтобы D4 как-то поживее была игра. Ну, сейчас почти равенство, почти равенство. Напоминаю, что на B7 лучше не кушать. Это для Ферзя плохо закончится. Да, для Ферзя это плохо заканчивается, но мы видим, что играет нарочито просто и крепко индийский шахматист. Возможно, он хочет въехать в матч. Может быть, он полагает, что по минутке у него есть много шансов. Мы просто не знаем с Алексеем, как играет индийский шахматист в этот жанрый шахмат. Если с Накамура я сыграл десятки партий по минуту и знаю его бисовую силу, а как играет Харик Кричный, я просто не знаю. Может быть, он в индийских турнирах там рвет всех, как Тузи Грелку. Ну, я не знаю. Может быть, и так. Хотя, скорее всего, если бы это было бы, ну, как-то хоть близко к уровню Накамура, наверное, про это бы мы знали. Ведь все-таки, объективно говоря, даже вот в шахматы. Иногда бывает, я слышу такой разговор. А откуда ты знаешь? Может быть, в какой-то монгольской юрте есть какой-то человек, который играет в шахматы сильнее, чем Магнус Карлсон. Конечно, конечно. Ну, в принципе, отрицать это нельзя. Так, теоретически. Но в то же самое время это очень и очень маловероятно. Хочется доказательства. Да, все-таки люди усиливаются в шахматах за счет общения друг с другом и конкуренции друг с другом. Ты опять смотришь за Хикару, да, как я понял? Да я не знаю. Это у тебя фобу Хикару. Я не могу ничего сделать. Я ничего не могу сделать. Но вот только, разве что, правильно, напомнило мне, я могу развернуть это назад. Итак, черные вскрыли центр. Проблем тут у них не должно быть. И уравняли. Ну да, наверное, уравняли. Если даже надо было уравнять. Вот спрашивают, например, были какие-то шахматисты великие прошлого, у которых вот был, ну как вот сказано было, плохой имидж. Ну я даже не знаю, кто вообще в голову приходит. Ну вот был такой Сэм Мерешевский. Про него мне один мой друг, он пожилой был человек, мы работали вместе, сказал. Я, говорит, в шахматах 50 лет или больше. Он говорит, одну вещь я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал о Сэме хоть что-нибудь хорошее. Ну вот, ну вот как так получается. Ну он был практик, такой жесткий игрок. Вот среди советских шахматистов ходила такая шутка. Если Решевский предлагает ничью, ищи мат в два хода. То есть он предлагал ничью только тогда, когда у него совсем плохо было. И поэтому, ну, подставлялся таким образом, на самом деле. Так и есть, конечно. Рассказывали мне такую историю, я не знаю, ну, правда это или нет, но когда много времени проходит. В общем, вроде бы дело было так. Он с кем-то играл в чемпионате Америки партию, не по блицу, а в реальной шахмате. И был страшный цветнот. И, в общем, в какой-то момент его противник сказал, флаг упал. Ну подошел судья. Судья был не просто судья, так и судей там. Я сам вот турниры сужу. А он реально был судья по жизни. Не шахматный, а вообще судья. То есть мужик был крутой. Он подошел, взял эти часы, посмотрел на них вблизи. Так поднял очки немного, посмотрел. Да, флаг упал. Поставил часы только на другую сторону доски. И засчитал победу Решевскому. И несмотря на все протесты его противника, что как же так, ведь Решевский просрочивал время. Судья сказал, нет, я свое решение менять не буду. А когда спросили Решевского, почему же вы промолчали, он говорит, а что, мне где-то это было выгодно. Ну да, после таких историй действительно трудно что-то говорить хорошее. Тем временем Хикару уступил центр, но при этом оккупирует такие ключевые поля. Коль на С5 будет стоять по-строэндийски хорошо. Я думаю, что черные играют как-то на выигрыш. Не совсем понятно, как пока. Конечно, конечно. За счет того, что белые чуть, может быть, дальше продвинулись, если удастся все это дело обойти. Как-нибудь по линии А. Но я думаю, что белые должны... Вот это вот начинается все. Ладью на Б6, сидей А4. Вот если ладью на Б6 поставим, чтобы на А4 не было Б4. Бежать-то конем на С2. Очень правильно. Молодец, Пенталов. Вот так и надо. Вот коня на С2, чтобы отвечать на эту угрозу, чтобы конь поддерживал Б4. А это тоже может быть неплохо. Просто выменить решил, да? Так, ну вот теперь у черных нанесли такой ход С5 удачный, который им позволил предотвратить наступление пешек на ферзовом фланге. И вообще позиции начинают принимать ничейный характер. Бесконечно. Ход Ф5 удастся ли черным провести? Вот в чем вопрос. Если сейчас сыграем А4, вообще позиция умрет, видимо, да? Вот я подозреваю, что Белый... Вот этот железный ход и сделан был. Ну, я не знаю, конечно. Сейчас у них время столько. Они могут... Если они прошлую позицию играли 100 ходов, так этому можно ходов 300, наверное, походить туда-сюда. Только вот смысл-то. Да, смысла не видно никакого. Потому что прорваться никак нельзя. Мне кажется, надо соглашаться. Но я даже не знаю, как на королевском фланге черные ладья H8 и H5 могут сыграть. Да, я отвечу на пару вопросов. Но вот люди, которые жалуются, что задержка эта большая, спрашивают, в записи тоже такое будет? В записи, безусловно, такого не будет. Значит, дело в том, что запись... У меня, к сожалению, в связи с тем, что компьютер отключился, в общем-то, все это стерлось. Но вот с того момента, когда мы включились назад, будет полная запись. Но наши техники сделают все, что можно. Но там не должно быть никакой задержки. Потом, когда вы будете это смотреть, наверняка все будет идти гладко. Надеюсь, по крайней мере. Что еще какой-то вопрос тут был? А, вопрос такой был. Сергею скорее, потому что я, честно говоря, этот момент пропустил. Правда ли, что Каспаров взялся за коня и куда-то им пошел, а потом... Каспаров действительно в партии с Накамурой коня с Д5 черного отправил на Б4 и руку отпустил. Я четко это видел на видеоповторе, потом специально смотрел. Он отпустил этого коня. Через полсекунды он его схватил назад, повращал в руках, вот в районе поля Д5, так мельком взглянул на Накамуру и отправил его на Ф4. Накамура посмеялся и спокойно продолжил партию, который закончил с ничью. То есть просто простил великому чемпиону явные нарушения правил шахматных. Ну, это первая партия была. Все-таки Гарри наверняка немного нервничал. Не красил, не красит это великого чемпиона, но у него, правда, были такие моменты уже. Сьюдит Полгар известный момент, когда он переходил. Да, кстати, аж 4 сыграл Харик Ришну. Ну, если аж 5 здесь пойдут, то я даже не знаю. Но тут, в принципе, люди могут друг другу ничью предложить, но пошла игра на выигрыш. А почему тут белые должны предлагать ничью? Хотя, с другой стороны, а как прорваться-то? А никак, потому что с G5-то особенно не пойти. Да, да. Ну, ничья стоит, короче говоря. Ну, в общем, Каспарова мы были рады видеть. Он, в общем-то, в своем амплуа, максималист и, естественно, очень переживает. Вообще его эмоции на них можно смотреть и безо всяких шахмат. Как он переживал после поражений, там, откидывался на стуле. Ну, у него же на лице все написано. Он великий актер. Поэтому это всегда блестящее зрелище. Вот спрашивают тут, откуда мы вообще друг друга знаем, играли ли мы между собой. На второй вопрос ответ нет. Никогда не играли. Хотя вообще могли бы. Разве что в бильярд, в очко и в перферанс. В эти игры могли играть. Ну, да. Но так как-то не сложилось. Честно говоря, мне кажется, что, Сергей, если я не ошибаюсь, наверное, все-таки профессионально шахматами ты стал заниматься уже во второй половине 80-х годов. Ну, в общем, даже скорее в концу 80-х. В концу 80-х. Я просто в Московском университете учился, физикой занимался. Там было не до шахмат совершенно. Так что мы не совпали по фазам. По фазам не совпали немного. А я как раз, в общем, в этот момент начались перемены у меня в жизни там. Ну, вот. И как-то я, в общем, не попал. Потом и выпал из шахматной обоймы я на какое-то время. Ну, вот. А потом, ну, так сложилось. Не знаю. Но, в принципе, откуда мы знаем друг друга? Ну, во-первых, интернет шахматный. Ну, я уж точно знал, кто такой Сергей Шипов. Поскольку много смотрел трансляции на крестбуке с разных крупных турниров. Очень мне нравилось всегда. Ну, надеюсь, что еще... Ну, а я партии Алексея просто изучал в конце 80-х, в начале 90-х. Ну, соответственно, следил за его успехами в США. Так что, в общем, как трудно не знать. Наш мир довольно маленький. Все всех знают, на самом деле. Да, конечно. Вот тут и интересно. Кстати, согласны с нами, что это Хикару время-то тянет, чтобы поменьше было этих дурацких пятиминутных партий. Надо, чтобы борьба решалась там, где она решается. Ну, хорошо. Не знаю. Вот если белые как-то для G5 какой-то момент все-таки найдут, может быть, удастся наказать Хикару за эти шуточки? Я, честно говоря, пока не вижу. Я тоже пока не вижу, да. Может, потому что их нет, этих моментов? Наверное, скорее всего, нет. Но, с другой стороны, что делать? Если противник хочет играть, нужно играть. Я, честно говоря, не знаю вообще правила 50 ходов. Оно как-то вообще фиксируется, само собой. А вот это тут вопрос к движку, честно, точка ком. Если 50 ходов без каких-то изменений автоматически признаются партии ничейные или нет? А вот я не знаю. Я не знаю. Но я, честно говоря, даже и не мог бы это узнать, потому что мне до такого не дожить. Я настолько... Я вот играл в Блиц, меня попросили... Попросили меня заменить международного мастера Ренша, поскольку он вчера не смог. А он в Блиц играет с людьми вот на этом чест.кам. Я вышел туда, в Блиц поиграл немного. Но, честно говоря, противники у меня были не очень сильные. Так что до такого дела не дошло. Да и двигал я настолько медленно, что, наверное, не дотянул бы вообще до 50 ходов. Так что не знаю, не могу ничего сказать. Тем временем размер ладей предлагает Хикаро. Он хочет взять пешкой F, потом ладью на F4, может быть, задвинуть. Ну, ничья, что так, что так. Ну, пешка D. Вплоть до пешечного окончания, может быть, да. Да, так что никаких шансов на победу нет ни у одной из сторон. Это понятно. Да, трекратное повторение и правило 50. Значит, вот люди говорят, Хак-93 нам говорит, что фиксируется. Но нужно нажать кнопку ничья. Ага, понятно. Ну, как это можно упомнить вообще? Сколько ты сделал ходов? У кого в этом безумном Блице есть время вообще смотреть? Даже какой номер хода? Конечно, конечно. Это нереально. На самом деле, размен-то на G5 произошел. Вот что-либо... Прошел, да. Ну вот, похожая очень вещь вот у меня случилась. Есть такая штука, называется Monroi. Я даже не знаю ее, она вообще добралась до России или нет. Это, в принципе, компания канадская. Это такая штучка, напоминающая какой-то большой, очень старый мобильный телефон, на котором записываются шахматные ходы. И записываются они такое, ну вот, как же это, ну вот сейчас я не знаю даже, как сказать. Ну, палочка такая вот, которая... Стикер, стикер, да, по-английски. Ну да, ну это, ну, Star Wars называется по-английски. Ну вот, не знаю как. Вот, и эта штука, то есть ее хотели очень сильно в американские шахматные внедрить. Значит, для того, чтобы, ну, чтобы партии сразу все сохраняли, чтобы был бы текст этот, и можно было бы сразу это в чест-бейс ставить. Но вот я, играя с этой штукой, заметил две проблемы. Одна из них, кстати, это 50 ходов, потому что там что получается? Можно, конечно, переключиться с диаграммы, с позиции на доске, на просто, на как бы, на бланк. Но бланк-то этот, он коротенький. И 50 ходов в него никак не влезают. Можно там потом вести, наконец, назад, наверх идти, но это в практической ситуации невозможно. Я играл с Робертом Хессом, и какой-то был Эншпель, у него была ладья, у меня слон, и он меня пытался замучить в ничейной позиции. И я, у меня ни 50 ходов не было, ни треекратного, потому что на бланке, как-никак на старинном, Сергей, можно было поставить крестик против такого хода и против этого. Тем временем в ничью закончилось.